Мальчики и девочки, привет! С вами Анатолий Техношаман. Сегодня я нахожусь в магазине HOMUS.RU. И темой данного видео возьмем сравнение, нагляднейшее сравнение, чем отличается глюкофон от тонг-драма. В руках у меня стандартный глюкофон марки... А вот фиг я вам скажу, какая это марка. Ну, потому что, как минимум, это будет некорректно, некультурно. Итак, основные отличия глюкофона от тонг-драмы. Первое и самое главное отличие – это звук. Сразу же берем сравнение по мелкам. Звук. Итак, я думаю, что со звуком, с отличием в плане звука, вам стало более-менее все ясно. Я надеюсь, что вы в наушниках это слушали, да? Итак, по части звука мы имеем различия. Это глубина и частота каждой ноты. То есть, если мы на стандартном глюкофоне бьем в ноту, это была до. Помимо ноты до, мы еще слышим паразитная бертона корпуса. На тонг-драме мы слышим ноту. Также, помимо ноты, звучат на глюкофоне еще и остальные. Это, конечно, хорошо, если вы человек, который не является музыкантом, и при этом не хотите вообще учиться, просто вы хотите сыграть что-нибудь на вашем инструменте. Это прекрасно и божественно. В любом случае, не критикую, я всегда за творчество. Следующий момент, который мне кажется достаточно критичным для музыкального инструмента, это эргономика. Расположение нот на данном музыкальном инструменте является стандартным. Я лично называю это штопорной схемой. Выглядит она вот так вот, начиная с самой низкой ноты. До, ре, ми, фа, соль, ре, си, до, ре, ми. Конечно, при большом желании вы всегда сможете понять и приучиться к данной схеме. Особенно, если вам не нужны такие понятия, как аккорды, как трезвучие и как остальные фишечки, которые, ну, среднестатистические музыканты, они все-таки используют в своих произведениях. Особенно, если вы играете с кем-то в паре. Например, глюкофон и гитара, глюкофон и укулеле уже будет достаточно проблематично выпить. Например, самое популярное трезвучие до, ми, соль. Как оно звучит на глюкофоне. И самое главное, как его нужно играть. Это хорошо, если вы ставите ваш музыкальный инструмент особым образом. Тогда можно достаточно быстро понять, где это находится. В принципе, становится более-менее удобно. А если вам удобно вот так. Вы представляете, насколько нужно ставить свои пальцы в раскоряку, чтобы получить нужный аккорд? Перейдем к тонк-драме. Как мы помним из предыдущего видео, нотки у нас расположены по системе хэнд-бай-хэнд. Если наглядно, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Сыграть аккорд? До, ми, соль, пожалуйста. Вот звучание аккорда до, ми, соль. Как мы слышим, мы слышим именно аккорд. Никакого корпуса, никаких дополнительных паразитных энергетонов у нас просто нет. Следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание в нашем музыкальном инструменте под названием глюкофон. Это то, что... При ударе пальцем по лепестку глюкофона мы явно слышим как раз вот этот вот паразитный абертон при ударе пальца по инструменту. Как ни крути, но на тонах драме он все-таки будет помягче. Это еще один маленький, но немаловажный момент, который все-таки даст вам фору и возможность при игре на вашем музыкальном инструменте в партии с какими-либо мелодическими музыкальными инструментами. И напоследок, напоследок, я бы хотел сказать что-то вроде дисклеймера. Если вы считаете, что я мыслю или думаю о том, что глюкофон это не музыкальный инструмент совсем, это, простите меня за выражение, говно и вообще говно, которое недостойное чего-либо, ну, я вам могу сказать, вы ошибаетесь. На мой взгляд, глюкофон это музыкальный инструмент. Неплохой музыкальный инструмент, но я бы все-таки его назвал шумовым. Для кого-то, может, не секрет, а для кого-то станет новым, что музыкальные инструменты в большинстве своем делятся на шумовые и мелодические. Шумовые музыкальные инструменты, они просто создают звук. Мелодические имеют четкую, чистую, настроенную ноту. Итак, глюкофон я бы все-таки назвал шумовым музыкальным инструментом. Тонг-драм же, разработкой Коева я занимаюсь с 2017 года с неплохими успехами. Это была моя задумка, как раз-таки сделать из глюкофона полноценный мелодический музыкальный инструмент. Да, кто-то может скажет, что звучат они глухо, и соль глюкофона в том, чтобы создать вот этот вот широкий спектр частот и кучу обертонов. Итак, ребят, как я и говорил, на аргумент тех, кто говорит, что у глюкофона, дескать, вот такая палитра звуков замечательная, и тонг-драм звучит глухо, и как раз-таки соль глюкофона в этих самых обертонах или том, что звучит несколько нот. У меня к вам есть контур-аргумент. Смотрите, вы человек, вы высшее существо на, ну, по крайней мере, на этой планете. Я думаю, что где-то есть инопланетяне, которые летают на сверхзвуковых двигателях, чего человечество еще не доступно. Но вы высшее существо, как минимум, на этой планете, в цепочке эволюции. Вы серьезно думаете, что поручать, играть вашу мелодию и ваши звуки стоит какой-то железяки, чем является и глюкофон, и тонг-драм, по большому счету. У меня к вам одно предложение. Смотрите, у нас есть такая штука. Вот таких штук у нас 10 на каждой руке. Есть музыкальные инструменты. Мы берем наши штуки. Ну, допустим, вот у нас нота с палитрой звуков. Вот неинтересна нам конкретно такая палитра звуков. Мы получили ноту до. Хотим другое трезвучие. Трезвучие, гармонический аккорд. Трезвучие вообще, кстати, интересная штука. Как правило, они достаточно часто используются при игре, на гитаре. Да-да, ребят? Гармоническое трезвучие. Ну, можно другое трезвучие. Только с нотой не соль малой октавы. Точнее, с нотой не ля малой октавы. А с нотой соль, например. Это если говорить о гармонических аккордах. Ну, а если мы хотим немножечко движняка и в музыке что-то поменять, добавить. Дисгармонический аккорд к вашим услугам. Дисгармонический аккорд к вашим услугам. Дисгармонический. Гармонический. Опять трезвучие. Два звука. Два. Два. Три. Четыре. Можно больше. Все зависит только от вас, от того, что хотите вы. На что у вас есть навыки. Ну, навыки, правда, да, штука тяжелая. И большинство критиканов, они все-таки вот, ну, дальше своего дивана, к сожалению, подняться не способны. Ребят, я, конечно, не Иисус Христос, но могу вам сказать одну такую простую фразу. Если вы хотите что-то достичь, в том числе и качественного, клевого, да еще и разнообразного звука, что вам может дать тон их драм, как мелодический музыкальный инструмент, встаньте и идите. Отличная фраза, которая была сказана добрым бородатым дядькой еще во времена его рождения, 2000 лет назад. Так вот, становитесь музыкантом без регистрации СМС. Как можно найти у меня сообщество ВКонтакте? С вами был Анатолий Техношаман. Любите друг друга, любите музыку, дарите друг другу добро и позитив. Радуйтесь каждому дню, что вы живете на этой планете. Жизнь, она сама по себе прекрасна, а если жизнь раскрашивать тем, что вы умеете и можете приносить в наше окружение, касающееся ВКонтакте, это будет еще замечательно. Спасибо большое за внимание. С вами был Анатолий Техношаман. Пока.